Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Елена Самарина. И вот главные темы к этому часу. Стали известны даты сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил Рособорнадзор на своем официальном сайте. Школьники будут сдавать государственный экзамен традиционно в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Досрочные экзамены пройдут с 20 марта по 19 апреля. Основной период начнется 26 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. В обязательном порядке школьники сдают русский язык 29 мая и математику 1 июня. В ближайшее время организаторы определят 15 дней для сдачи остальных предметов, в том числе и резервные дни для школьников, которые хотят сдать экзамены, назначенные на одну дату, или если получили неудовлетворительно по обязательным предметам. Подробную информацию о датах сдачи ЕГЭ можно узнать на официальном сайте Рособорнадзора. Антиковидную дверную ручку создали в Российском университете Дружбы народов. Об этом сообщают РИА Новости. Ручка оборудована источником ультрафиолета. Он обеззараживает поверхность и всего за 3 секунды убивает 96% вирусов. Бактерицидная лампа помещена в трубку из закаленного стекла, а сверху и снизу располагаются металлические колпачки с датчиком движения. По мнению разработчиков, такие ручки можно использовать в больницах, школах и предприятиях общепита. Рабочий ресурс ультрафиолетовой лампы рассчитан на 10 тысяч часов. Это почти 400 дней. Ориентировочная цена изобретения – 5 тысяч рублей. Два трамвая с автоматической оплатой проезда выйдут на линию в Барнауле. Новую систему планируют внедрить уже в ближайшее время. В вагонах маршрутов номер 7 и 9 установят терминалы. Их закрепят на поручнях рядом с каждой дверью. Оплачивать проезд можно будет самостоятельно при входе. Для этого необходимо коснуться экрана транспортной или банковской картой, браслетом или брелоком. После этого распечатается билет, который нужно сохранить до конца поездки. При оплате наличными пассажиру нужно будет обратиться к водителю. Также в трамваях установят систему учета пассажиропотока. С ее помощью будут вести автоматический подсчет всех входящих и выходящих пассажиров. Это необходимо, чтобы планировать количество и вместимость транспорта, который выходит на линию. Не все птицы улетают на юг. Лебеди-кликуны вновь прилетели в Алтайский край. Каждый год они зимуют на озере Светлом в Советском районе. И с каждым годом их количество значительно прибавляется. Посмотреть на птиц приезжают жители со всего региона. Около двух тысяч лебедей-кликунов прилетели в Советский район этой зимой. Это на пять сотен больше, чем в прошлом году. Озеро Светлое не замерзает даже во время сильных морозов. Все из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме. Именно там остаются зимовать лебеди практически на полгода. А с приходом весны благородные птицы улетают на Чукотку. Сюда они прилетают практически дикие. То есть они побаиваются у людей, когда прилетают. Начинают маленько потихоньку подкармливать. И мороз начинается, они вот так подплывают. Кликуны на озере Светлое зимовали не всегда. Первые птицы появились здесь в 60-х. Сначала прилетели три пары лебедей-разведчиков. На следующий год пар стало больше. А спустя 10 лет птиц было так много, что советские власти организовали на озере лебединый заказник. Улетает одно количество, прилетает всегда больше. Почему? Потому что они возвращаются с потомством. Весне котлеты, когда прилетают, видно, что, допустим, два взрослых лебедя и с ними два, три, четыре сереньких. Это выводки с родителями. Каждую зиму на благородных птиц приезжают посмотреть со всех уголков края и соседних регионов. С годами заказник превратился в один из главных туристических объектов. А посещение озера включено в программу «Малое золотое кольцо Алтая». Пик популярности озера в январе. В этом месяце самый большой турпоток. Поэтому сотрудники стараются сделать территорию заказника удобной и безопасной. В прошлом году несчастный случай. С посетителями заказника, которые вышли на лед, чтобы любоваться птицами, и провалились под лед. Чтобы исключить повторение подобных ситуаций, было принято решение о установке ограждения, которое бы препятствовало легкому доступу к озеру. Теперь на озере есть новая смотровая площадка, а также информационные плакаты о правилах поведения. По словам директора заказника, в перспективе планируется обустроить на территории пункты обогрева, а также установить камеры видеонаблюдения в онлайн-режиме, чтобы желающие могли наблюдать за птицами, не выходя из дома. Елена Самарина, Таисия Чемесова. Новости. Это были все новости. Хорошего дня.